Более 50 раз боевики открывали огонь из тяжелого вооружения по позициям украинских военных за минувшие сутки. Одна из самых горячих точек сейчас это Светлодарская дуга. Боевые действия не прекращаются здесь уже более суток. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции на Светлодарской дуге относительно недалеко от оккупированного Дебальцева. Одна из самых горячих точек зоны АТО. Последние сутки стрельба тут не утихает. Так стандартно какого-то расписания боев мы не наблюдаем. Ну по утрам бывает они как бы просыпаются желательным доброго утра. Это может своеобразно. Но это стандартный прострел идет. Стреляют по украинским позициям в основном из тяжелого оружия. Вокруг блиндажей и окопов десятки воронок и остатков прилетающих снарядов. Вот СПГ прилетело. Вот БМП-1 стреляли по нам. Вот были крупнокалиберные колометы. Где-то ближе к обеду начали работать уже минометы. Минометы, чула машина, БМП выезжала. Нас ведут на передовые позиции. Тут я встречаю одного из самых молодых воинов АТО. Контрактнику Владимиру всего 18. Парень рассказывает, специально дожидался совершеннолетия, чтобы уйти на фронт. На день народжения подписал контракт сразу. Пошел в военкомат, подписал. Три недели в учебке побыл и сразу на передовую. Почему? Помогать хлопцам. Лишний человек не помешает. Укрепления противника тут находятся настолько близко, что оператору Вадиму Ревону удается снять окапывающихся пехотинцев противника. Они там что-то копают. Они там постоянно копают, укрепляются. Внезапно, неподалеку от нас, разрывается снаряд. О, смотрите, иди снимайте. Голубки на светляком. А на что вы на это все рубли? Я на водка, что просто. Ну не просто так кошмар, эти одиночные. А еще такие обстрелы часто используются для отвлечения внимания. Когда вызывается бой, нас д**ть, и как раз под шумок работает снайпер. Как раз на крупный пулемет. Нас уводят с передовых позиций. Оборона Светлодарской дуги продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. И буквально только что стало известно, что на Донбассе погибли 4 мирных жителя. Об этом написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Полчаса назад боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Погибли 3 женщины, 1 мужчина и еще 1 человек госпитализирован в тяжелом состоянии.